Белых пятен быть не должно. Сегодня в поселке Гэс мэр также пообщался с активистами из числа старших по дому. Оказалось, что вопросов накопилось много, и причем далеко не все они касаются ЖКХ, хотя без этого не обошлось. Одной из главных тем стала принадлежность территорий внутри дворов, на которых обычно располагаются детские площадки. Они чаще всего и становятся объектами споров между жильцами и предпринимателями, которые присмотрели эту землю под застройку. Годы переживаний, тревог и бессилия прошли. Старшая по дому 76, Валентина Чернявская, за сквер под своими окнами боролась. С соседями собирали подписи, подавали иски, обивали пороги всевозможных инстанций. И вот, наконец, Верховный суд признал, земля принадлежит собственникам квартир близлежащих домов. Удалось отвоевать это все. А сейчас встречаемся с мэром для того, чтобы решить вопрос, чтобы обустроили, чтобы детям было где заниматься, не нюхать, не выпивать и не курить. Участковые не работают, в один голос говорили представители пятого, шестого и седьмого комплексов. Он у них один и наводить порядок просто не успевает. Не успевают и медики. Челнинцы сетуют, что узких специалистов в поликлиниках нет. К терапевтам часовые очереди и все услуги платные. Эти вопросы Василь Шахразеев пообещал рассмотреть. Но жалоб меньше не остановилось. Алкоголь продается круглосуточно, но понятно, они теперь считаются, сделали кафе, бар, все. Дело в том, что у них нет ни туалетов, у них нет ни охраны, которая следила бы за порядком. Туалет, наш дом 6-2. Этот вопрос теперь тоже на контроле. Но городначальник напомнил, что наводить порядок всегда непросто. И сравнил ситуацию с бульваром энтузиастов. Когда эта зона стала безалкогольной, то не сразу удалось отучить людей там пить. Очень долго приходилось менять менталитет. В один день, если, например, у кого-то кто-то пьет или гуляет, привести его к ответственности – это невозможно. Он уже больной. Его и надо или лечить, или все вместе. И поэтому, сказав о том, что сегодня встретились, и сегодняшний вечер там будет все блестеть, конечно, это невозможно. Это же мы. Тем не менее, поставленные сегодня вопросы постараются решить до октября. А там, глядишь, снова стартует программа «Разрешите представиться». Но главное, отметил мэр, это уважение друг к другу. Тогда и многие вопросы отпадут сами собой. Ребята, давайте жить дружно. Тагир Закиров, Катерина Карцева, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.